Привет, друзья! Довольно давно не слышались. К тому, на самом деле, было довольно большое количество причин. Конечно же, все это связано с работой, переустройством жизни, налаживанием каких-то процессов. И я, если честно, не хочу вас этим всем грузить. Очень долго думал, стоит ли снимать видеоролики на этот счет, не стоит ли снимать видеоролики на этот счет. Конечно, в принципе, все это интересно, все это довольно поучительно, но иногда, что называется, наступают в жизни такие моменты, когда тебе нужно говорить каким-то вещам да, а каким-то вещам нет. И связано это с тем, что в часах всего лишь 24 часа у человека всего лишь 10 пальцев и две руки. И даже если эти пальцы иногда превращаются в кулачки и не могут ничего сделать нормально, то это еще не повод, что называется, отчаиваться. Это повод работать. И вот, в частности, для того, чтобы, почему я сказал, нужно говорить нет, это нужно говорить для того, чтобы ты дал себе возможность осознать и подумать, кем же ты являешься, правильно ли ты дорогой идешь, собственно, туда ли ты идешь, куда хочешь. Но все равно, а я фундаментально для себя решил несколько вещей, я для себя решил, кем я хочу быть, я выписал все это дело на листочке. В общем, пока забейте на все, давайте я вернусь непосредственно к теме сегодняшнего ролика. Сегодня у нас довольно интересный анбоксинг. Интересный он, потому что ко мне приехала посылка из Германии весом в 20 килограмм, и она набита различного рода ништяками, самыми разными. Вкусными, невкусными, в прямом смысле вкусными, не в прямом смысле вкусными, но не вкусными. В общем, давайте, короче, смотреть. Для начала я вам хотел бы рассказать про мой новый инстаграм аккаунт, это GR Magic Box. На GR Magic Box будут выкладываться все те камеры, о которых сегодня пойдет речь, фотографии мои личные и мерч. Камера это такая вещь, которую я до сих пор люблю, которая ко мне так или иначе до сих пор приходит, и поскольку это все является, хоть и маленьким, но все-таки источником дохода, я решил немножечко эти направления разделить. И вот, GR Magic Box, подписывайтесь, друзья, заходите, там исключительно те вещи, которые я выставляю на продажу. Да, возможно, возможно, там будет непосредственно и какие-то мини-обзоры, что-то такое. Я не могу сейчас этого обещать, потому что на все просто не хватает времени. Но если дело пойдет, этому будет удивляться немножко больше времени. То есть, я сейчас нахожусь на такой стадии, когда любое направление может так или иначе пойти. Но если оно пойдет недостаточно хорошо, я просто не буду им заниматься. А что? Ну, зависит в частности от вас. Если я увижу там активность, значит там будет развитие. Если я не увижу там активность, значит все это будет развиваться по остаточному принципу. Поэтому, но переходим к сути до дела. Первые штуки, которые будем сегодня заниматься антакингом, я уж извините, не могу показывать вам всю коробку, она очень огромная, поэтому я буду доставать все постепенно и потихонечку. Nikon Nivus 200. Это зум линзы 24-48. Кстати говоря, неплохой фокусное расстояние. Конструктив, пластик, 90-е годы. Возможно, немножечко ошибаюсь с подготовкой. Не без сути. Я это дело, если честно, вижу в первый раз. Идем дальше. В этом чехольчике у нас спряталась вспышка Revue Tron 14. Никаких здесь батареек, насколько я понимаю. А нет, есть. Смотрите, две батарейки, окисленные контакты. Все как мы любим. Вспышка, кстати говоря, вспышка простая. Вспышка пластиковая, не очень дорогая, но зато в таком интересном, аутентичном кожаном чехле. Винтаж. Цейс Икон. Среднеформатная гармошка. Среднеформатная гармошка. В принципе, состояние мое почтение даже себе, в принципе, неплохое. Смотрите, выдвинулась. Очень приятная машинка. У нас тут совершенно непонятный какой-то анбоксинг, разбор. Потому что я просто хватаю все подряд. Olympus 200 SuperZoom. Почему он называется Olympus 200, я вообще без понятия, если честно. Но это точно Olympus, это точно пластик. Это, как видите, он здесь с аутентичными всякого рода скотчами. Не только Россия, но и весь мир держится на изоленте. О, работает. Да даже, что пленка есть. О, мой бог. Тут есть пленка, и я думаю, что она оставлена, на самом деле, кем-то предыдущим владельцам. Мне нравится вот это движение. Это Olympus, это автофокусный Olympus, это хороший Olympus. И мне нравится, что у него здесь все в таком прикольном скотче. В этом что-то есть. Ну, признайтесь честно, да. Я же говорил, что у нас будет не только, что называется, сладкое в виде сладкого, в виде железного, но еще и сладкое-сладкое. У нас есть тут шоколад Milka. Это немецкий шоколад. Сейчас, я думаю, самое время проверить, отличается ли немецкий шоколад Milka от отечественного шоколада. Ну, пахнет шоколадом. На вкус такой обезьяны, как я, немецкий шоколад Milka ничем не отличается от отечественного шоколада Milka. Такой же сахар, такая же сладость, такой же вкус. Чококросс оригинал. Ммм, Nestlé. Какая-то явно немецкая штука-дрюка. Тоже сладенькая, судя по картинке. Вы знаете, что-то жевать на камеру всегда прикольнее, чем обозревать железки. Тоже жутко сладкая вещь. Молочный шоколад, сахар. И, ну, хотел сказать, под пивко пойдет, но нет. Чувствуется яркий, более насыщенный вкус какого вов. И попробую вот эту прикольную штуку. Насколько я понимаю, это такой шипучий лимонад. Помните, те, кто примерно моего возраста, они должны помнить все эти зуйки, юпа и прочие вещи, которые должны были приручаться в лимонад. Стоит только выделить туда, высыпать в стакан содержимого пакетика и добавить воды. Ну, кто же из нас добавлял воду? Да никто из нас не добавлял воду, мы ее просто клали в рот и, собственно, получали от этого удовольствие. Ладно. Очень странное содержание. Ну, ладно. Это не острое. Это не сладкое. Это очень кислое. И оно все рассыпается таким фейерем фейерверка во рту, отчего даже немножечко бросает слезы. О! Окей. Ну, это, так сказать, партия ништяков подъехала. Тут у нас Акфа Клак. Довольно интересная с внешним видом машинка, необычная. Необычная она потому, что имеет довольно интересную форму. Я никогда не видел фотоаппарата такой формы, но зато у нее, смотрите, какой классный ремешочек для ношения. Я думаю, что это, на самом деле, довольно интересная женская камера, в том плане, что она, ну, больше похожа на какой-то прикольный аксессуар, чем на фотоаппарат. Блин. Нет. Несмотря на то, что это очень дешевая, как бы, камера, ну, типа дешевая, я думаю, что в свое время она стоила очень и очень дорого. Однако сделана она явно видно для более-менее широких масс, потому что из-за дорогого здесь, ну, что-то вот наподобие вот этой вот кожи. Следующий фотоаппарат, это у нас автофокусная Minolita 3535. Снова наш любимый скотч. Мммм... Две пластиковые, хотел сказать, батарейки. Что-то я вообще заговариваюсь ни о чем. Видать, очень давно не выходил в эфир. В принципе, довольно типичный представитель для камеры 80-х. Это AF-E, то есть автофокусная камера. И E, ну, наверное, Exposure. Может быть, я ошибаюсь. Очень просто устроено. Можно выбирать ISO чувствительность. Это очень приятно. Довольно неплохой объектив. Вспышка. Это, в принципе, минульты того времени. Это вполне себе приятные машинки. Focus Free мыльница. Focus Free мыльница. Она и в Африке Focus Free мыльница. Она и в Германии Focus Free мыльница. Просто прикольная мыльница. Ее... Но по приколу можно купить. Вот. И надо использовать обязательно со вспышкой. Без вспышки это не прикольная мыльница. Как насчет большой черной сумки. О, старый ноутбук. Старый ноутбук. Этот ноутбук настолько старый, что я даже боюсь себе представить, примерно какого он года. Очень хорошее напоминание от того, чего мы ушли, к тому, что мы имеем сейчас. Вот если вы паритесь о том, что ваш ноутбук толщиной вот с эту крышку, а на самом деле современные ноутбуки, они, наверное, еще даже тоньше могут быть, то вот давайте вспомним дедушек. Ноутбучных дедушек, которые раньше считались прорывом того времени. И исправно работали. Я даже уверен, что он сейчас, в принципе, исправно работает. Зачем он нужен? Я просто отнесу его на барахолку и отдам одному очень прикольному деду. Возможно, выменю на какой-нибудь очередной ножик-режек. Не знаю. Просто подарю, потому что, ну, люди еще как-то их используют. Они смотрят на них, например, те же самые DVD-диски. Вы не поверите, да, ребята? Некоторые еще смотрят DVD-диски. Я вам даже больше скажу. Некоторые слушают аудиокассеты и я в том числе. Виниловые пластинки и все в таком духе. Поэтому не стремитесь выбрасывать старую технику, старые гаджеты. А, возможно, в скором времени они точно так же, как и пленочные фотоаппараты, обретут второе дыхание. Практика в состоянии мешочек. Практика ЛТЛ-3. Еще больше сладостей богу сладостей. Риттер Спорт. Квадратишь практишь гуд. Господи, реклама засрала мой мозг. Не буду это пробовать, потому что мы это пробовали. И вы это пробовали. Все это пробовали. И, как я сказал с шоколадом Милка, разницы я не почувствовал. Нет, возможно, какая-нибудь разница и есть. Но я не эксперт. Я обычный потребитель. Вот здесь вот уже немножко, чуть более интересные. Это леденцы. Здесь леденцы со вкусом лесного ореха. Да, они по форме напоминают орешек. А по вкусу сахар. Просто один спортсмен сахар. Вторая пачка. Мятные конфетки. Очень много мяты. Очень освежающий вкус. Не такие сладкие. Я не понимаю, есть тут сахара или нет. Я не читаю по-немецки. Но калорийности в этих конфетках моих почти нет. Окей, кружка. Кружка это очень классный и ценный подарок. Ценный он потому, что я в принципе люблю ходить в бар и пить пиво. И наконец-то у меня появилась своя кружка. Причем из Германии. Но в кружке у нас есть резиновая бленда Вантус. На 49. Ее уже кто-то порвал. Это классическая схема рваного Вантуза. Потому что все люди делают вот так. Все любят высасывать что-то из чего-то с помощью этой бленды. Поэтому она рвется. Ремешок. Ремешок от экспонометра. Крышка. Батарейка. 4 LR44. Как раз будет хорошо заменить сигнализации. Крышка. Задняя. Кодек колор. Среднеформатная пленка кодек. Кодек колор 400. 575 евро. Ребята. Среднеформатный кодек колор. Блин. Прикольно. Люблю старые фотопленки. В том смысле, что чисто из упаковки. Сейчас их уже даже можно не тратить. Их можно просто, что называется, коллекционировать. Я когда в Японии в семнадцатом году был. Я как раз таки там видел у мужика коллекцию фотопленок кодек. Это довольно интересное впечатление. Довольно сильное впечатление на меня произвело. Еще одни, я так понимаю, вспышки лампочки. И все. Содержимое мы здесь разобрали. Окейшки. Едем, что называется, дальше. Фодоборат. Типа как шпионского типа. Ревью Рокет. Для APS-C пленки. Ну, как пить дать. По-моему, у Минекса пленка гораздо меньше. Все-таки это APS-C. Но я могу ошибаться. Я не имел дела вот с подобного рода камерами. И, в принципе, не хочу иметь дело. Но, нужно сказать, что у этой камеры вполне себе очень и очень классный видоискатель. И мне очень нравится, как называется этот фотоаппарат. Он называется Review Pocket FM. Чем-то напоминает радиоприемник. Да. Жалко, что они не встроили сюда действительно радиоприемник. Это бы тогда не потеряло. То есть, эта камера бы не потеряла своей актуальности на момент записи данного видео. По крайней мере, пленки нет, а FM-волны еще остались. Ой. Я, кажется, уменьшил только что стоимость фотоаппарата. Ну, не важно. Все-таки нас волнует содержимое, а не обложка. Тут у нас спряталась АКФА Центральный затвор Selecta Prontormatic. Это камера для обычной фотопленки 135 мм. Ох, мне очень нравится, что здесь есть такое изображение пленки. Я всегда люблю, когда тут есть такие наклеечки, когда они особенно сохраняются. В некоторых, кстати говоря, немецких фотокамер, особенно которые были до войны, здесь можно встретить запрещенную на территории Российской Федерации эмблемы. И их даже некоторые зацарапывают, закрашивают, очень всячески пытаются данную страницу человеческой истории вычеркнуть. Хороший видоискатель. Работает или нет, бог его знает. Да нет, судя по затвору, еще щелкает что-то. Вот здесь, я думаю, должна быть немецкая смена. А нет, здесь шкальная или нет, или дальномерная фотокамера Review. Очень компактная дальномерка, как видите, умещается у меня на ладони. Все, что умещается у меня на ладони, де-факто считается компактным. Очень короткий бросок фокусировки. Требуется любовь, ходят туго, честно скажу. Объектив 38-2.7. В принципе, ну что, очень компактная, прикольная дальномерка. Я люблю черные фотокамеры. Нет, я люблю на самом деле любые фотокамеры. Но почему-то черные мне нравятся больше, потому что, наверное, в моей жизни было меньше черных камер. Опа, анки. Вот это мое почтение. Объектив Beroflex. 200 миллиметров, 3.9. Вот это линза. Большой бросок. 200 миллиметров, блин. Светлый, классный, чистый. Не, объектив я очень люблю. Объектив я люблю сейчас больше, чем фотокамеры, потому что, когда я купил себе нормальную фотокамеру, на которой я сейчас снимаю видео, и купил себе кучу переходников, я вдруг осознал, что все те привычки, которые я мог и использовал, и применял на пленочной практике, я сейчас могу применять и в своей современной практике. Вуаля! И это даже продается. Вы не поверите, друзья. Это продается. Можно, можно формировать собственный рынок. Поэтому я сейчас очень люблю экспериментировать с линзами. Ну, если, конечно, не попадаются за какие-то вменяемые деньги, в рамках моего никакого бюджета. Aqua Optima. Aqua Optima 45 2.8 тоже. Пленочная камера на узкую пленку. О! Вот она как открывается. Здесь тоже есть рекомендации по использованию той или иной пленки. Это очень хорошо. Сделана она довольно-таки бюджетно. Видно много пластика. Соответственно, камера недорогая. Селеновый экспонометр. Вряд ли он, конечно, жив. Да нет, что-то дрогается еще. Все похристывает, похлюпывает. Тоже made in Germany. Но чувствуется, так сказать, довольно низкая стоимость девайса. Хотя вид искатель, надо сказать, очень хороший. Это у нас уже шкальный фотоаппарат по типу смена 8M. Но, честно скажу... Нет, конечно, ничего не заменит сменой 8M. Но это прекрасная замена смены 8M. Здесь у нас должен скрываться объектив. Объектив. Так, ага. Про объектив я расскажу чуть позже. Пивная пауза. Я знаю, что есть два вида пива. Холодное и невкусное. Сейчас я попробую не забрызгать стол. Не спрашивайте, почему я это делаю именно таким способом. У нее очень интересный запах, я должен сказать. Чем-то напоминает, знаете, баварские сосиски. Или что-то такое копченое. Ладно, друзья, немножечко рекламы. Может быть, кто-то разбирается. Мне подскажет, что это такое. Нет, не могу, так сказать, прекратить наслаждаться этим запахом. Запах действительно потрясающий. Помимо того, что здесь появились беконно-колбасные нотки, я еще чувствую и такой приятный запах шоколада. Нет, действительно пахнет вкусно. Надо признаться. Друзья, очень-очень необычный вкус. Действительно. Оно темное. И вот этот вот привкус свинины и бекона, он проникает не только с запахом, но еще и во рту. Все это дело раскрывается. Букетом таким невероятным. Добавляет шоколада. Действительно уникальная вещь. Я ее, на самом деле, даже не буду все выпивать. И неналично. Отнесу, так сказать, своим товарищам, для того, чтобы они тоже попробовали диковинку. Был у меня довольно забавный момент, когда я привозил различного рода сувениры вот такого вот рода в Японию тоже. И давал это все попробовать в местном японском баре. Эффект был точно такой же, друзья. Все дегустировали, что-то рассматривали, что-то пробовали, как будто это что-то невероятное и что-то потрясающее. Я теперь понимаю их чувства, абсолютно с ними согласен. То, чего ты не можешь попробовать на постоянной основе, вызывает у тебя детский неподдельный интерес. И ради этого стоит жить. Ради этого стоит получать посылки из-за границы. Интересно, а если бы оно было холодным, было бы оно еще вкуснее. Соц. накопление. Так и попрут теперь. Так, а что у нас тут? А тут у нас две практики ЛТЛ-3. Две практики ЛТЛ-3. Все вот эти линзы совместимы с данными фотокамерами. И я должен сказать, что в принципе ГДРовские камеры, а это именно Пентакон, Made in GDR, ГДР, GDR, вот так и сказал, у них есть два главных достоинства. Они лучше Зенита. Я люблю Зенит, но они лучше Зенита. Но при этом стоят сопоставимо либо дешевле Зенита. Особенно в Германии. То есть, в Германии эти камеры не ценятся. Поэтому их довольно легко заполучить рабочими. Для того, чтобы снимать и делать прекрасные фотографии. Здесь особенность этих практик в том, что здесь палец, он вот здесь. Вот спусковой крючок. Ах, как хлопает, мое почтение. Кстати говоря, довольно интересная эргономика. То есть, зачем вообще вот так вот сделали? Ну, по идее, по идее, ты берешь камеру, да, у тебя... Да, мизинец у тебя падает здесь. Мизинец у тебя падает здесь. Здесь, по идее, ты этим пальчиком можешь нажимать на автоспуск. Правда, зачем это делать, я не знаю. Взводить курок большим пальцем. Все просто. А вот этим, ну, менять... А, менять выдержку? Да! Друзья, блин, классная продуманная эргономика, на самом деле. Камера для оперативной съемки. Истребитель пленки, можно сказать. На борту этой практики у нас зум-объектив HoneyMax. C Macro 3545-3570. В принципе, должна быть очень интересная по картинке линза. У нее отсутствуют люфты от слова совсем. Как вы можете наблюдать, количество мест на моем столе все сокращается и сокращается. Все захламляется и захламляется. Поэтому здесь у нас в коробочке... Что-то есть или нет? О, нет, здесь у нас есть. Смотрите, друзья. У нас тут есть фотоаппарат. Тоже практика. Довольно интересный. BX20. Что он из себя представляет? А представляет он из себя... Ой. Механический автоспуск. Нормально. И это, я так понимаю, на самом деле, должна быть одна из последних камер пленочных компании практика. Интересно. Видно, что камера бюджетная. Бюджетная камера хлопает зеркалом вообще от души. Бабах! Прям просто... Прям чувствуется такой удар мощнейший. Вот так вот прям, как... Пальцем по одному месту. Но! Я всё думаю, что это кнопка записи видео. Нет, это не кнопка записи видео. Соответствующий переходник для использования с объективами М42. Но! У этой камеры какой-то свой байонет. Какой? Не скажу. Не знаю. Не смотрел. И получается уже, ну, очень приятно лежащий в руках комплектик. У неё, кстати говоря, хороший видоискатель. И теперь я просто после этой практики... Теперь ищу кнопку спуска здесь. О! Да нет, друзья, слушайте, вы знаете, очень прикольная камера. Родом, может быть, из как раз таки 80-х, начала 90-х. У неё видоискатель внутри тут такие светодиодики моргают. Нет, блин, огонь, огонь, несмотря на свой убогий внешний вид. Она классная. Она реально классная. Я бы даже на неё поснимал. Возможно. Но это не точно. И... Да, по сути дела, всё. Меня больше всего интересуют, конечно же, сами объективы. Один из которых я сломал. Ладно, не буду сейчас ломать объектив, а то ещё я сломаю. 200 мм. Вот. Собственно, с этими объективами я хочу поиграть. Железно поиграть на фотокамеры. Узнать их характер. Может быть, что-то заменить в своей собственной линейке. Ещё не знаю. Не решил. Вот такой вот, друзья, получился анбоксинг. Если наскучил, извините. Сам развлекался как мог. И получил, на самом деле, довольно много удовольствия. Мне нравится распаковывать посылки. Особенно международные посылки. Особенно с различного рода ништяками. Как с ясными, так и с фотографическими. Ну, а на этом у меня всё. Всем спасибо. И до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.